Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кип-поп. Сейчас я отреагирую на песню китайской певицы Юй Янь. Ее вы, возможно, знаете по группе The Nine. Я следил, если вы помните, за шоу Use With You, второй сезон, и там она была одной из участниц и, в общем-то, одной из финалисток. Она заняла четвертое место в группе из девяти девушек и, в общем-то, попала в The Nine. Проблема только в том, что у Заная не было ни одной приличной песни. Так что группа, мягко говоря, при том, что девушки там безумно были талантливые, включая Юй Янь, разумеется, она как-то вот просто вообще не излетела. Абсолютно. Китайцы так умеют. Они умеют сделать классное шоу, но в итоге не воспользоваться плодами этого всего. И некоторые факты из ее биографии Юй Янь, собственно говоря, этому свидетельствуют. Ее сейчас 26 лет будет в мае этого года, собственно говоря. И надо мне пореже говорить, собственно говоря, потому что это слово-паразит, от которого стоит избавляться по-любому. Так вот, есть скоростукни 26, она родилась в 1997 году в Пекине, насколько я помню. Да, она причем выпустилась, в отличие от многих айдолов, особенно корейских, не из какой-то школы, там, искусств, танцевальной или вокальной. Нет, она выпустилась из школы, пекинский колледж политики и закона. Вот, причем специальность у нее была бизнес-английский. Так что девушка такая с, собственно говоря, корнями в бизнесе, в политике, в законодательстве, но, тем не менее, заинтересовалась вокалом, танцами и прочим, прочим, прочим. И уже в, сейчас скажу, в 2013 году она присоединилась в своем агентстве, к группе под названием True женской. Они выпустили один альбом, после этого, собственно говоря, Ю-Янь, собственно говоря, обратите внимание, опять слово паразит древной, она успела выпустить свой дебютный мини-альбом под названием Bad Girl, а потом она поучаствовала в шоу, которое называлось Girls Fighting в 2016 году. И фокус в том, что по итогам этого шоу она попала в женскую группу, по-моему, причем вторая, да, второе место за него. Кто там чихает? Это кошка у нее чихает рядом. Ничего, у нее это скоро пройдет. Вот. Она заняла второе место, но группа так не дебютировала, развалившись до своего дебюта. Вопросы о том, как вот китайцы иногда умеют плохо поступать с финалистами собственных хороших часто шоу. Вот. Она после этого, ну, помимо того, что занималась пением, она еще, Ю-Янь, разумеется, занималась телевидением и кино. Она снималась в сериалах, снималась в фильмах. В принципе, у нее достаточно неплохая такая актерская карьера. И в 2020 году она как раз приняла участие в шоу Use With You в втором сезоне, про который я рассказывал, за которым я следил. И обзоры на него вы можете в некоторые эпизоды найти прямо на этом канале. Там где-нибудь поищите, где-нибудь вот там по каналу, и найдете там его дофига. Вот. Я сейчас чуть не сказал, собственно говоря. Пытаюсь от этого избавиться. Четвертое место. Единственная девушка, которая во всех трех, как сказать, проверках, там такой эвелэйшн, на проверках получила рейтинг A. То есть максимальный, пятерку фактически. Четвертое место. Пожалуйста. Она не была одна из моих биос, но вполне себе нормальная девушка, вполне себе достойная. И вот у нее в 2022 году вышел дебютный... А, первый сингл-альбом, который назывался W. 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 И песня Who оттуда как раз имеется. У песни, у этого клипа две версии. Есть оригинальная версия и есть танцевальная версия. И с этим клипом связан некоторый скандальчик, который мы, в принципе, в двух словах разберем. После того, как посмотрим первый раз. Ну, перед началом реакции, как всегда, я вас попрошу поставить лайк. И все. Этого будет достаточно. Поблагодарю Горж, собственно говоря. Собственно говоря, который я заказал мне эту замечательную песню. Я не уверен даже, что я сказал в самом начале. Стыдь мне и позор. В общем, Горж, спасибо за заказ. Итак, давайте. Погодите. Я сначала запущу или впущу, я уж не знаю, кошку. Выпустил кошку, потому что она щемилась. Давайте. 3, 2, 1, поехали. Ого. Клип, судя по всему, у нас будет состоять из изрядного количества компьютерной графики. Ого. Юйянь вполне себе такая модельная внешность. Ага, то есть у нас агрессивная песня. Хорошо. Попробуем вот так. Мне нравится, что китайцы сразу же показывают субтитры. Так, разгон пошел. Да, этот клип слиганца, а то и не слиганца, похож на iNVU. Песня не самая быстрая, но агрессивности у нее это не отнимает. Благодаря, опять же, минорному настрою, благодаря вот этому духовому инструменту на фоне. Ну и манере пения, которая такая низкая и протяжная. Хорошо здесь высокий голос добавили. Ну и настрой, конечно, у этой песни такой больше, не знаю, слегка кибрипанковский, у клипа точнее. Больше постапокалипсический, чем фэнтезийный. Как в случае с iNVU. Что за инструмент на фоне, пианино или не пианино? Интересно. Хорошо все-таки китайский надо звучать, прям очень здорово. Ого! Тут у нас настоящий ядерный взрыв, представляете? Нет, зачем-то взял, выключился звук на наушниках. Спасибо большое наушники. Хорошо это случилось ближе к концу клипа. Да, вроде нормально. Почему бы и нет? Ты-ты-ты-тын, оператор, оператор, все такое прочее. Песня не то, чтобы меня сразила на повал, но она вполне себе годная. И, опять же, для китайского релиза у них не так много хороших вещей. На частоту давайте. У китайцев иногда бывают серьезные проблемы с микшингом. Если взять песню Sphinx от The Nine, то это просто кошмар какой-то настоящий. У них такое случается. Но вот эта вещь получилась, очевидно. Теперь по поводу сопадений. В общем, как только я в клип вышел, сразу же посыпались ввинения в том, что Who это плагиат на iNVU и Stay On. На самом деле, по визуалу действительно сопадений очень много. По песне абсолютно две разные песни. Совершенно. Здесь более агрессивная, тяжелая вещь. iNVU от iNVU, она такая более воздушная, такая какая-то невесомая. И вот совершенно разное настроение. И, повторюсь, именно по... Визуально сопадений есть, конечно, но по именно настрою, конечно, другое. Здесь больше такой, действительно, постапок... Постапок, правильно, да, постапок. Немножечко что-то такое фантастическое даже, но с примесью фэнтези. Там, скорее всего, чисто фэнтези. Там Те Йонна — это такая прям мультифика настоящая. Опять же, такая воздушная-воздушная. Здесь такая суровая женщина крутая. Крутая, в первую очередь, а не воздушная. И... Но при этом... Юй Янь, она довольно-таки быстро устроила стрим вживой. И показала там всевозможные раскадровки, доказывая, что работа над клипом, и, разумеется, над песней, шла... Велась до того, как вышла iNVU. Вот. И тут уже относитесь, как хотите, верьте, не верьте. Но, в принципе, что она не попыталась просто отмолчаться, типа, вы, дураки, не лечитесь, вы ничего не понимаете. А просто сказала, да, ребята, смотрите, вот раскадровки. Вот это мы планировали тогда. Вот тогда. То, что у меня на лице имеются всякие, например, бриллианты приклеены, еще что-то, да. Я, в принципе, и так это использую. Это правда. До этого я смотрю какие-то кадры в клипах, она этот момент тоже использовала. Так что, да, я считаю, что это вряд ли прям один-один какое-то совпадение. Может быть, когда режиссер, конечно, снимал, он немножко вдохновился. И вот эстетикой скорее iNVU, а может быть и никто его знает. В общем, верить, не верить, это уже лично ваше желание. Так что, э, нормально. Ладно, товарищи. Все, давайте тогда я еще отреагирую на, собственно говоря, национальную версию. Собственно говоря, господи боже, право. 3, 2, 1, поехали. Такой у меня забавный звук. Здесь, опять же, с микшингом особо проблем нет. Здесь хорошо слышен звук, здесь все хорошо слышно. Мне это как-то сделать, да, ну вот эти кадры, я должен сказать, да, они действительно очень похожи на ее на себе. Так что, я не согласен, что сама тема плагиата, ну, тема с плагиатчиной, но, мне кажется, режиссер, который снимал, он все-таки как-то, как-то вдохновился. Кстати, у меня сейчас своя студия, которая занимается непосредственно только ее продвижением. Вот эти духовые инструменты меня неплохо-то подкупают. Здесь используются какие-то древнегреческие мотивы, очевидно. И я так понимаю, изначальная установка при съемке этого клипа такая и была. Используем древнегреческие мотивы. Я сейчас решаю очень сложную задачу, я стараюсь говорить так, чтобы засмотрелся. Красивая все-таки девушка. чтобы не орать, не повышать сильно голос, и при этом говорить более-менее обнятно. Я себя сейчас абсолютно не слышу, слышу только песню. что это за инструмент такое, а? Какая-то музыкальная шкатулка не очень похожа на нее, что-то другое. клавесин, я не знаю, что это такое, что-то старенькое очень. Вот забавно звучит здесь. Субтитры создавал DimaTorzok тут еще на фоне звучит я же голос, такой с хрипотцой с ли конца. вот если пана в процессе песни говорила, фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу совершенно разные песни. Для китайской вещи это довольно-таки неплохо. И даже не относительно китайской вещи, тут вполне себе нормальная структура. Мне, наверное, в песне самой не хватает немножко какого-то драйва именно в припеве, потому что она более-менее равноценная, монотонная. То есть она такая идет, качает, она немножечко депрессивная, немножечко угрожающая. Она таковой является как в куплете, так и в припеве. Единственное исключение — это бридж. Собственно говоря, бриджи, собственно говоря. Бриджи она немножечко меняется. Но именно что немножечко. Хотелось бы, чтобы она поменялась в других местах тоже. Тем не менее, забавно, скорее всего, даже буду пересматривать. Хотя я еще до конца не уверен. Спасибо еще раз Горж за заказ. Это к минимуму очень интересно. И вообще, в принципе, если мне будут периодически заказывать корейскую и корейскую китайскую попсу, сипоп или мандапо, прости госпит, как его называют, периодически, то я не против. На самом деле. Это интересный момент. И главное, чтобы он не был таким ужасным, как Сфинкс от The Nine. Все. Всем спасибо. Всем пока. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Бусти. Как Горж. Субтитры сделал DimaTorzok